Доброе утро, дорогие друзья! Друзья, вы смотрите кулинарную передачу «Наша кухня» на телеканале «РХС-24» и с вами я, ведущая Олеся Стародоб. Сегодня у нас в гостях фуд-блогер Алина Тикеева. Доброе утро! Доброе утро, Алина! Алиночка, вы сегодня прекрасно выглядите. Предлагаю сразу перейти на «ты». Мы сегодня здесь, в домашней обстановке. Будем готовить вкусный поздний завтрак или, может быть, плавно перетекающий в обед. Ну да. Что будем готовить? Будем готовить шакшуку и будем делать пышки. Прекрасно! Давай начнем, наверное, с пышек, да? А уже закончим шакшукой. Вообще, насколько я знаю, это блюдо из Израиля. Да, говорят, да. Ну и в Турции, по-моему, он очень даже и знаменит. Да, это очень полезное блюдо. Его, кстати, очень здорово готовить по утрам, да? Вот как раз-таки в такое время, как сейчас. Можно вкусно покушать, красиво, красочно, витаминно. Расскажем, из чего конкретно, да, какие продукты будем использовать. Ну и затем уже приступим. Ну, он состоит у нас из лука, сладкого перчика, помидоров, зелени и яиц. Ну, то есть это такое овощное рагу вместе с яйцом. И второе блюдо? Второе блюдо у нас будет пышки, только у нас тесто будет не дрожжевое, а на соде. То есть это такой рецепт на скорую руку, когда хочется чего-то вкусненького. И вот хочется отметить, сегодня мы будем готовить такого нейтрального вкуса, не сладкие, не соленые пышечки. И их уже можно подавать как сладким, да, с чем-то с медом, с сахарной пудрой. Можно подавать и с обычными блюдами. Конечно. Мутаплю и с шакшукой. Да, вместо хлебушка. Да, вместо хлеба. Прекрасно. Ну что ж, предлагаю приступить. Начнем мы, наверное, с теста. С теста. Да. Рассказывай, как будем готовить и какие ингредиенты нам потребуются, да. То есть вот вообще тесто всегда любит какие-то пропорции. Вот здесь немножко конкретизировать бы хотелось для телезрителей. Нам понадобится айран. Да, домашний. Да, домашний. Граммов 300, наверное. Сюда же добавляем чайную ложку прям хорошую. Соды. Да, соды с горочкой. Так, сразу ты добавляешь, перемешиваешь. Тебе нужно что-то, ложечка, венчик, вилочка? Вилочку нужно. Так, перемешиваем. Можешь подвигать к себе. Он сразу начинает уже работать, эта сода. Вот, кстати, да, обычно хозяйки гасят соду уксусом. Но айран, он довольно кислый. Я его не гашу. Прекрасно. Сразу вот так вот выливаю. Видно, как уже сода заработала. Это очень классный лайфхак, я бы не догадалась, честно говоря. Так, и далее добавляем уже потихонечку муку, да? Да, далее уже идет мука. Мы сказали, что мы готовим сегодня не сладкое тесто, поэтому сахар мы не добавляем. Сахар мы добавляем. Соль добавляешь в соли? Чуть-чуть, да? Совсем чуть-чуть, потому что именно в это тесто почему-то соли мало добавляют. Ну, наверное, потому что хочется некоторым, может быть, со сладеньким покушать, да, чтобы не было такого сильного контраста. И потихоньку начинаем просеивать муку уже туда в айран с содой и солью. Муки на глаз. Муки, да, на глаз. И опытным путем каждая хозяйка уже определяет количество муки, потому что все может зависеть от самой муки, да, от количества айрана. Может быть, чуть больше, может, чуть меньше. Бывает айран такой густой, бывает не очень густой. Ну, и, соответственно, ориентируемся на состояние, да, консистенцию теста. Какое оно должно быть? Мягкое, не тугое. То есть мы его будем раскатывать, замешивать, раскатывать? Да, замешиваем, потом раскатываем. Это пышки наподобие лакумов? Да, то же самое можно сказать. Но тесто намного проще. Но тесто намного проще. В детстве, когда в школу утром просыпалась, всегда на запах этих лакумов просыпалась. То есть рецепт мамин? Мамин рецепт. Отлично. Вот он как раз-таки рецепт, который передается от мамы к дочери, да? Да. Мама уже... Из поколения в поколение. Да, мама как спец может из этого теста и хачаны уже, правда, у меня еще не получается. У меня только пышки. Я пока не рискую. Да, но ведь действительно большинство людей готовят лакумы из дрожжевой муки. Нужно поставить дрожжи, они должны разыграться, их нужно время, нужно так, чтобы подошло тесто. Тут сразу начинаешь жарить, как тесто уже будет готово. Прекрасно. Это для тех, у кого не хватает терпения, не хватает времени, для таких, как я. Прекрасный рецепт. Еще, ты знаешь, у меня есть подруга, которая очень любит лакумы. Она вспоминает каждый раз вкус из детства, когда соседи приносили, угощали, но до сих пор не может найти идеальный рецепт. И вот я надеюсь, что этот рецепт... Вот этот рецепт. Да. Очень легкий. Прям очень легкий. Будем пробовать. Но, в принципе, ингредиентов здесь немного, мы не добавляем больше ничего. Мука – это завершающий ингредиент. Дальше наша задача просто уже раскатать тесто хорошенько, вырезать. Какой формы будем вырезать лакумы? А какие хотите, любые можно. Можно кружочки, прям стаканчиком, кружечкой. Можно вот этой специальной штучкой. Ножечком, да? Ножечком, да. Вообще без разницы. Вообще, какой формы должны быть лакумы? Или это все зависит от народа? Мне кажется, что все зависит от народа. Потому что вот сейчас, например, в интернете смотришь, у некоторых они прям как хачаны большие, круглые. Посередке такие надрезики делают. У нас, например, нет. Мы делаем ромбики всякие. Какие мы сегодня будем делать? Будем, как обычно, как я умею, ромбиками. Отлично. Но хочется поговорить о твоем блоге, да? Конечно же, кулинария – это не все так просто, да? Ты совершенно не случайно сюда попала. Ты любишь готовить и ведешь кулинарный блог. Как давно ведешь кулинарный блог и как появилась идея заниматься блогом вообще? Кулинарный блог веду где-то, наверное, год, может, чуть-чуть больше года. Готовить любила всегда. И когда я что-то готовила, отправляла к каким-нибудь родственникам приходить и на чай, то есть они начали мне говорить, давай ты начнешь вести свой блог. Я говорю, не знаю. И вот как-то спонтанно, знаете, я начала вести этот блог. Решила попробовать. Решила попробовать, да. И затянула. И затянула. Какие рецепты были первыми? Что выкладывала? Вообще, в каком формате ведешь блог? Это видео рецепты или это фотографии с текстом? Изначально были просто фотографии. У меня очень красивые булочки получились. Эти булочки я сфотографировала и выложила. Без рецептов, без ничего. Так прощупать почву. Да. Ой, хотела высыпать. И вот так вот. Потом уже начала просто видео, отрывочки какие-то, моменты. А потом уже начала полноценно снимать рецепт, писать. Ну, все-таки, какой формат находит больше отклик у подписчиков? Люди любят смотреть видео или хочется побыстрее просто прочитать текст, вот так вот провести взглядом, повторить? Что вообще люди пишут? Люди любят, когда все подробно. Есть рецепт, нет рецепта. Это, чтобы видео было подробно прямо. То есть все-таки поэтапно? Поэтапно, да. Все показано? Да. Как у нас в передаче? Да, да. Да. Несмотря на то, что мы болтаем на отвлеченные темы, мы озвучиваем все, что мы делаем здесь, в студии. И вот как раз-таки ты продолжаешь добавлять муку. Да, потому что она у меня еще очень жидкая. Да, да, да. Мы это все делаем сейчас вот в глубокой посуде, а затем уже, когда тесто слегка станет эластичным, да, уже можно будет перекладывать на доску и раскатывать. Кстати, нам понадобится скалка, да? Вот я должна подготовить скалку. Будем раскатывать тесто. Насколько тонко, кстати, нужно раскатывать тесто? Не сильно тонко и не сильно оставлять такие, ну, чтобы они прожаривались. Сантиметра два, наверное. Сантиметра два. Вот, почему спрашиваю, потому что лакомы, они должны хрустеть или все-таки они должны еще оставаться мягкими? Мне кажется, мягкими, пышными. Пышными. Да. Да, несмотря на то, что мы не добавляем дрожжи, за счет соды они будут подниматься в сковородочке. И внутри будет, наверное, такая вот легкая пустота какая-то. По идее. Пришло время перекладывать. Пришло время руками. Вот так вот отнять его. Да. Но какие рецепты, какие блюда больше всего нравятся подписчикам? Это блюда из муки, то есть из теста, да? Или все-таки это какие-то легкие повседневные блюда на скорую руку, вот как шакшука, например? Шакшука у меня вообще на первом месте. Он всем прям нравится, когда я его готовлю. У меня прям такая живость появляется в аудитории моей. То есть люди любят рецепты, которые не требуют много времени и усилий. Потому что жизнь сейчас очень... Сносится чуть-чуть. Да. Потому что жизнь сейчас очень... Все спеша. Да. Кому наработать. Напряженная. Да, напряженная. У женщин времени остается мало, но при этом хочется радовать свою семью, детей, мужей. Да и что там, скрывать себя хочется порадовать тоже. Повыстрее избавиться, да? Ну и покушать вкусненько. Вообще любишь кушать? Вообще откуда любовь, да, вот к кулинарии, к готовке? Просто любишь готовить, как сам процесс или любишь потом вкусно покушать? Я люблю сам процесс, потому что не знаю. У меня мама любит готовить. Наверное, от нее передалось. Она всегда говорит, очень люблю, когда у меня съедают еду мою. Потому что когда она остается, говорит, у меня такая тяжесть на душе, как будто типа не понравилось намочаться. У меня тоже самое. Очень люблю и готовить, и люблю, чтобы не оставалось. Любишь кормить? Кормить люблю. Да. Ну что, тесто уже практически. Еще, да, подсыпать? Давай, я тебе помогу чуть-чуть. И муку мы обязательно просеиваем, да? То есть мы не всыпаем. Вот здесь мы не экономим время, не ленимся. А добавляем через тито. Да. Мне кажется, так тесто получается намного нежнее, пышнее. Ну и заодно можно исключить всякие ненужные соринки, крупинки. Все, что может попадаться в тесто. О тесте хочется поговорить, да? Вот кто учил, мама учила заниматься тестом, работать с тестом. Потому что это все-таки такая отдельная работа, да? Она вот, ну, кулинария – это кулинария, а изделия из теста – это уже какая-то отдельная история. Учила мама. Прямо с детства. Что готовили вместе? Есть ли какие-то воспоминания из детства, как вы с мамой вместе что-то пекли, готовили? С мамой вместе все готовили. Хачаны, чебуреки, все, можно сказать. Ну, то есть все это прививалось с детства. У меня бабушка тоже очень любила пироги готовить. Хачаны любила в духовке. Все оттуда, короче. Ты работаешь где-то сейчас или домохозяйка? Нет, я домохозяйка. Поэтому можешь посвятить время кухне. Кухне. И готовить разные блюда. Несмотря на то, что телезрители любят блюда попроще, ты в своем блоге выкладываешь блюда и, скажем так, посложнее, да? Это, насколько я знаю, всякие бисквиты, у тебя есть воронные рецепты. Ну и вообще, в принципе, хачаны, наверное, и что-нибудь еще. Ну да, бисквит. Вообще, я считаю, что бисквит, он несложный. Для меня почему-то он очень легкий. И открою свой секрет, у меня на все тортики один и тот же бисквит. То есть, несмотря на вот это разнообразие тортиков в ленте, в блоге. Внешность у них разная, но бисквит у меня идет один. То есть, основа одна, а дальше уже можно фантазировать, готовить разные кремы, можно готовить разные украшения, пропитки, заливки и прочее, прочее. Можешь ли поделиться вот секретиком, потому что я знаю, что у тебя фирменный секрет. Секретом бисквита? Да. Абсолютно никакого секрета, там просто, когда начинаешь взбивать яйца, надо их прям пенки с сахаром вместе взбить, и по чуть-чуть уже добавляешь все остальное. Ну, это муку тоже обязательно вот так вот через сито, соду. Вот эти все сухие смеси, по чуть-чуть, не так, чтобы взял, перевернул и все. Нет, это неправильно. Тогда уже бисквит будет толстый такой, не толпый. Тяжелый, да? Тяжелый, да. Да. И я знаю, что ты используешь в бисквите подсолнечное масло. Да. Вот это тоже очень удивительно, потому что я никогда не готовила с подсолнечным маслом бисквит. Почему, чем он отличается от классического бисквита? Я вот не знаю, именно когда я его добавляю, мне туда пропитка не нужна. То есть он становится влажным? Да, он влажный, не знаю, из-за кефира это или из-за масла, но я считаю, что из-за масла. То есть ты еще и кефир туда добавляешь? Обязательно. Стаканчик кефира, он обязательный. Стакан кефира и полстакана масла, это вообще... На пять яиц? На пять яиц. Да, некоторые готовят на молоке, да? На молоке у меня вообще не получается. Кто-то вовсе без молока, а просто яйца, сахар, да, мука. Ты уже начинаешь нарезать? Я уже начинаю нарезать, потому что здесь нам не надо ждать. У нас такие ажурные края получаются. Да. Ну, можно нарезать, как ты сказала, ромбиками, кружочками, кружечкой вырезать. Да. Я помню, в моем детстве мама готовила пышки, и она резала их на полосочки, посерединке делала такую дырочку и разворачивала петельчики. Такие делали, да. И разогреваем, добавляем подсолнечное масло, жарим на подсолнечном масле. Да, да. Добавляем подсолнечное масло и разогреваем, да? Угу. Будем жарить. Вообще, чем отличается приготовление лакомов от хачанов, да? Потому что тесто, как правило, одно и то же. Ну, там начинка, здесь пустышки. Ну, то есть, например, вот хочу я приготовить хачаны с мясом, могу я использовать то же самое тесто, просто завернуть и обжарить? Конечно, можете. Именно с этим тестом рискованно. Ага. Что может произойти? Оно может остаться сырым, оно вот, знаете, дрожжевое, другое совсем. А это чуть-чуть капризнее, но он намного вкуснее и намного легче. Не знаю, а у мамы, у моей получается, у меня еще не получалось. У меня остаются чуть сыроватые. Чуть сыроватые. Но при всем при этом можно попробовать, да, вот раскатать, добавить туда мясо и обжарить. А сколько хачаны обжариваются в масле с мясом? Ведь мясо сырое добавляется. Ну, их жарить нужно не на сильном, на среднем огне, потому что там начинка. Да. Вот меня всегда пугало именно сырое мясо внутри. На среднем огне до румяной корочки. Тоже до румяной корочки. И мясо успевает приготовиться. Конечно. Но нужно понимать, что мяса нужно добавлять немного, да, наверное, все-таки? Мяса добавлять немного, потому что он по-любому останется сырым. Где-то по краям он прожарится, а именно по центру он будет прям сыром. Вот поэтому я трусиха никогда не готовила хачаны с мясом. С картошкой и сыром как-то все понятно, они готовы уже, их просто добавляешь в тесто, тесто с двух сторон обжаривается, тут ты уже не переживаешь и кормишь людей. Давайте сюда еще постелим. Салфеточку. Салфеточку. Чтобы убрать лишнее масло. Да. Можно его чуть-чуть потише еще? Да. Вот он поможет. Так, чуть-чуть, на семерочку, да, сделаем? Сама что предпочитаешь готовить? От чего получаешь вот самый, наверное, такой вот большой положительный эффект? У меня в основном все связано с тестом. Тесто, любишь тесто? Да, люблю тесто очень. С ним возиться, люблю всякие булочки выпекать. Но по тебе не скажешь. Наверное, опять-таки, потому что ты больше любишь готовить, а не есть. Да, очень люблю готовить. Я же говорю, я от самого процесса прям получаю одно удовольствие. Люблю. Видно, как лакомчики наши, да, пышечки поднимаются. Да. Симпатичные получаются такие ромбики, пышные. Вот на этом этапе можно, если что, да, добавить, например, сахарную пудру. Если кто хочет сладкие, можно добавить сахарную пудру. Можно с вареньем, с медом, без разницы. Да. А можно добавить изначально сахар в тесто? Можно. Можно добавить сахар в тесто. Ну, это уже будут сладкие. Сладкие. А подниматься они будут точно так же? Точно так же. Точно так же. То есть детки, как правило, любят, наверное, сладенькие. Ой, не знаю, у меня когда-как, знаете. По настроению. По настроению. Иногда посмотришь на них, они сладкие просят. Иногда наоборот, вот такие их тянет. Очень быстрый процесс. Ну, так практически конвейер. Одни укладываются, другие дожариваются, отправляются на тарелочку. И в готовом виде тоже очень красиво выглядит. Затем мы уберем салфеточку, да, все это выложим красиво. Мы сегодня не будем подавать сахарной пудрой. У нас сегодня будут такие классические пышки к шапшуке. Да. Супер. Хочется вернуться к теме блога. Насколько вообще тяжело вести блог, да? Потому что кроме положительных отзывов, наверное, есть еще какие-то отрицательные. Может быть, были какие-то моменты, когда хотелось забросить. Может быть, не хотелось монтировать видео. Да, бывает такое, когда не получаешь взаимности. Бывает, а зачем мне это надо? Пропадает мотивация. Да, вот реально пропадает мотивация. В такие моменты кто поддерживает? Не знаю, сама себя, наверное. Сама себя, то есть сила воли. Да. Ничего, прорвемся. У нас пока этого никто не понимает в семье особо. И все думают, что я дурю маюсь. А мне кажется, что ты делаешь очень полезное дело. Потому что, наверное, сейчас согласятся со мной все хозяйки, все женщины, которые смотрят передачу. Каждый день, когда ты только начинаешь думать, что приготовить сегодня на ужин, начинается настоящий стресс. Просто стресс, потому что фантазия, она иссякает. Все блюда перепробованы, все уже приготовлено. А может быть, и вообще настроения нет никакого. Может быть, и аппетита нет, потому что день не очень удачный был. Открываешь блок, видишь какую-нибудь вкуснятину. Слюни начинают течь, есть начинает хотеться. Хочется уже как-то попробовать отправиться на кухню, повторить. Поэтому мне кажется, что ты делаешь очень важное дело. Ну да, многие знакомые при встрече спрашивают, что я сегодня готовила. Вечером с работы приду, чтобы приготовить что-то легенькое или что-то там готовила. Ты же нам идеи сдаешь. Такие тоже бывают. Как тебя зовут в социальных сетях? Как можно найти? Меня в социальных сетях зовут Рецепты Алина. Рецепты Алина можно найти, посмотреть, вдохновиться, приготовить, написать отзыв. А вообще очень приятно, правда, получать отзывы, когда люди уже приготовили, попробовали. Может быть, кто-то даже скидывает фотографии, что у них получилось. Очень приятно, да. Это очень здорово. Это очень сильно мотивирует даже. Знаете, вот хочется еще больше быть полезной, еще больше подсказать, показать, не знаю. Поделиться опытом. Поделиться опытом. В блоге показываешь только кулинарные рецепты или немножко рассказываешь о себе, о своей семье, о своей жизни? Рассказываю о себе. Уборки всякие, мотивашки. Лайфхаки какие-то. Лайфхаки какие-то, да. Все у меня есть. Всего по чуть-чуть для того, чтобы не было скучно. Люди всегда любят не только какой-то определенный узкий контент, да, но и хотят знать, кто готовит, кто этот человек, чем он занимается, какой он в жизни, как он живет. Интересный, да. Многие пишут, когда я с семьей что-то выкладываю. Пишут кучу приятных слов, приятных комментариев оставляют. Ну, типа, очень приятно смотреть за вашей семьей, следить. Конечно, это все для меня тоже очень приятно. Но, насколько я понимаю, кулинария – это такая твоя отдушина, твое хобби, да? Да. Есть ли еще какие-то занятия, которые приносят тебе удовольствие, может быть, рукоделие? Нет, вот нигде я себя не нашла. Вот сколько ни старалась, ни искала. Я помню, после школы меня отправили в Карачаевск, в художественный институт. Ну, это была мечта мамы. Она сама хотела туда поступить. Ну, естественно, я через три месяца вернулась домой, потому что это не мое. И с тех пор сижу, не нахожу своего. Нужно было идти в кулинарный колледж? Да. Вот так всегда бывает, когда родители решают за детей, правда? У тебя есть дети? Да, трое детей. Трое детей. Какой возраст у детей? Стажей дочки 12 лет. 10 мальчику и 7 лет младшей дочке. Ну, 12 уже довольно взрослый ребенок, и уже скоро как раз-таки подходит вот тот момент выбора профессии. Будешь ли ты настаивать на... Нет, ни в коем случае. Я у нее спрашиваю, интересуюсь. Может, есть что-то. Раньше она занималась гимнастикой, хотела стать тренером. Сейчас она почему-то пошла в другую сторону. Сейчас она хочет стать визажистом. Так. Я вот смотрю, она сейчас колеблется как-то, думаю, не буду вмешиваться, стою в стороночке, жду и выслушиваю. Очень мудрое решение. И вообще, каким бы оно ни было, мне кажется, что человек, даже маленький человек, должен принимать решение самостоятельно. И даже если это решение было неверным и неправильным, то это опыт, собственный жизненный опыт. Между прочим, не такая уж большая ошибка, выбор неверной профессии. Всегда и в любом возрасте можно получить образование, которое ты хочешь. Ты можешь сменить профессию, сменить место работы и вообще поменять полностью всю свою жизнь, если человеку этого действительно хочется. Поэтому не переживаем. Медитируем, жарим пышки. Да, все будет хорошо. Хорошо. Между прочим, под наш разговор, мы уже нажарили, мы, говорю, мы. Алина уже пожарила все пышки, такие вот они симпатичные, очаровательные, желтенькие, румяненькие, выложены на тарелочку. Один кусочек у нас остался, да, буквально. И можно будет их уже подавать к столу. Кстати, пышки принято подавать в горячем виде и в холодном тоже можно. Насколько я знаю, это совершенно не проблема, если они остыли. Дома, когда настали пышки, я нажарю с утречка, душа такая спокойная у меня. Могут же дети там поиграть, подойти, взять, пойти. Ну, ты как бы спокойно, что дети не голодные. Дети не голодные, да. Что бы там ни случилось в течение дня, есть что перекусить. Но а предпочитаешь все-таки кормить семью, детей прям полноценно? Первое, второе, компот? Или все-таки у вас как-то в этом плане все очень просто и демократично? Нет, у нас, да, намного проще, потому что и дети сейчас особо не любят есть. Их надо заставлять. У них или супчик, или что-то второе. Не получается у меня так. Как относишься к сладостям? К десертам? Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Сама любишь? Люблю. Сладенькое? Очень. Наверное, поэтому все-таки тяга к бисквитам, ближе к бисквитам. Может из-за того, что они у меня получаются, мне все время хочется их печь. Дети, какое блюдо в твоем исполнении любят больше всего? Ой, они все разные. Не знаю, младшие любят первые блюда. А те двое и бисквиты, и все. Они все любят. Все любят. Вот это хорошо. Хорошо, когда дети кушают все. Да. Не знаю. Последние уже тоже отправила туда на сковородочку, и они уже дожариваются. Выкладываем масло ненужное, стекает в салфетку, и можно будет подавать. Подавать с чаем, с кофе. Да. Можно с калмыцким чаем. Вообще прелесть. С калмыцким чаем. Да. Сырочек рядышком. Вот ты сейчас все это рассказываешь, и у меня уже начинают течь слюни, потому что действительно все это очень аппетитно и очень ароматно на кухне, так и по-домашнему. Вообще вот запах и аромат десертов всяких, выпечки какой-то, это всегда создает... Уют. Уют. Да. Последний кусочек выкладываем на тарелочку, и можно будет сейчас потихонечку уже приступать ко второму блюду. Готово. Да. Берем доску, нарезаем овощи. У нас есть лук, да? С лука начнем? Да. Мелко? Да. Помельче? Нож какой тебе? Побольше, поменьше? Поменьше. Смотри, есть такой ножичек. Я нарезаю лучок. Я тогда перчик. И перец, да? Вообще в шакшуку добавляется действительно много болгарского перца. И суть блюда в том, что мы сначала готовим, обжариваем овощи, а затем уже вбиваем туда яйца. То есть это не омлет. Это не омлет. Это яйца, получается, в томатном соусе вообще еще, так говорят. В этом соусе, кстати, можно и картошку, и макарошки. Но для шакшуки это самое то. Ну, кстати, я хочу сказать, что данный способ приготовления вообще яичницы в целом, да, и овощей очень-очень полезен. Потому что овощи, которые термически обработаны, они легче усваиваются, чем свежие овощи. Особенно если есть какие-то проблемы с ЖКТ, да. И утром, когда еще организм не проснулся, пищеварение еще сонное, вот разбудить таким блюдом очень даже хорошо и удобно. И яйца при всем при этом, они не очень такие жареные, да, вот как агрессивно жареные на масле. Они будут в этом соке томиться. И тоже очень полезно и здорово. Очень полезный завтрак. Вообще, мне кажется, что завтрак это такая основа, да, для всего дня. Для всего дня, да. Мы всегда об этом говорим, я буду это повторять. Я буду надоедать вам с этой фразой, но это действительно так. Ты нарезаешь довольно мелко болгарский перец. Лук я тоже нарезала, я уже даже начинаю плакать. Я тоже что-то чуть-чуть. Лук сегодня очень злой. Я не знаю, почему утро у нас сегодня доброе, но лук вот почему-то нет. Мы будем разогревать сковородку? Да, разогреваем. Можно его же ставить на огонь. Потихонечку добавляем масло. Да, сколько масла добавлять? Чуть-чуть там, немножко. Вот так, да? Угу. И, наверное, первым отправляется лук в сковородку. Так, наверное, подождем, да, пока масло чуть-чуть разогреется. А далее уже помидоры. Можно ли вместо помидоров, например, добавить томат? Не знаю. Не пробовала. Честно, не пробовала. Ну, с помидорами, мне кажется, вот именно помидоры дают какую-то изюминку. Да, да, безусловно. Просто, например, если у вас есть заготовленный томат, да, вот в баночках, можно ли положить парочку ложечек, чтобы вот был вкус и кислинка, да, от помидорчика натуральный? Наверное, можно. У каждого кулинара какой-то свой рецепт, мне кажется. Да, потому что сейчас уже пропадают свежие помидоры, тем более качественные. А если, например, у нас есть домашние помидоры, томаты с домашних помидоров, то блюдо обретает все большую пользу, чем помидоры с супермаркета зимой, да? Вот. Теперь уже можно. Да. Отправляю лучок. Ну, а здесь все просто. Вообще, касаемо завтраков, да, ты встаешь наверняка раньше всех и начинаешь готовить завтрак. Что, как правило, завтракает семья? Семья в основном у нас. Чай, кофе у нас где-то часов до 10, никто ничего не ест. А дети, когда уходят в школу, у них самый лучший завтрак – это просто хлеб с чаем. Не знаю, почему. Вот они любят именно хлеб с чаем. Хлеб с чаем? Да. Без ничего. Без излишеств? Да. Скромно и питательно. А младшая вообще и этого не будет, потому что у них там просто второго урока, по-моему, их уже и кормят в школе. Не знаю, они не кушают у меня. Ну, в общем, ты не заморачиваешься на завтраке сильно. Сама предпочитаешь позавтракать чашечкой кофе. Да, я уже отправляю перчик. Да, болгарский перец. Обжариваем слегка. Зелень нужно нам порезать. Да. А можно его еще? Да. Поменьше, да, чуть-чуть? Да. Семерка. Хватит столько укропа или меньше? Хватит. Это мы уже нарезаем зелень для подачи. А я буду резать помидорку. Помидорчик. Вот он, аромат укропа. Кстати, насчет помидоров. Я тоже все говорю. Я люблю замораживать помидоры. И вот зимой отправлять в яичницу в омлет. Замороженные резаные помидоры. Настоящие. Тоже очень вкусно. Я вот именно помидоры ни разу не замораживала. Перцы, карачки, синяки. Это все у меня было. А именно с помидорами, вот не знаю почему, не получается они так. Я замораживала черри. А вот подруга, целиком черри. А подруга моя нарезает кружочками помидор, довольно толстенькими, сантиметровыми, наверное. Выкладывает на доску и убирает в морозильную камеру. Когда они замораживаются, она их собирает, вкладывает в пакетик. И дальше уже, когда зимой, по мере надобности, она добавляет сколько ей нужно. Высыпает на сковородочку, и они уже как раз таки порезаны кружочками. Снеженькие. Летний вкус зимой. Тоже очень красиво. Еще и замораживаю цукини. Тертый, на терке. И добавляю в котлетки. Это очень вкусные котлеты. Они получаются очень сочные. Вкус кабачка не чувствуется. Но при этом можно туда не добавлять ни картофель, ни хлеб. Не пробовала. Добавляешь соль, перец. Соль добавила, перец добавлю. Потом еще сверху яиц. Тоже по чуть-чуть добавлю. Соль и перец. Мы ждем, когда овощи начинают тушиться, уже томиться. Вот этот момент, когда наступает. И отправляем туда яйца. И займусь сыром. На какой? На мелкой, на крупной? Можно на крупной? Тут, в принципе, без разницы. Наша задача его расплавить. Натираем сырочек. Сколько сыра? Немножко, наверное. Немножко, да. Угу. Так. В общем-то, блюдо готовится 5 минут. И это не только прекрасный завтрак, но, хочу сказать, что и прекрасный ужин. Да. Все-таки обед предполагает более, наверное, калорийный вариант, да, какой-то мясной. А вот здесь вот прекрасно подойдет для ужина. Потому что, как известно, перед сном тяжелой пищей наедаться не следует. А вот опять-таки пропаренные овощи с яйцом прекрасно подойдут. Чтобы организм... Шуку еще мне очень понравилось. Готовить на природе, прям на костре. Никогда не пробовала? Я вот тоже в Орхозе. Мы отдыхали, решили, прям на костре. Очень вкусно. Там вот этот вот вкус огонька, угля, это вообще... Она и так вкусная, но там она вообще другая была. Это как овощи-гриль, только еще и с яйцом, еще и в сковородочке. Мне кажется, этот сам аромат печеного болгарского перца, он вообще великолепен. Не повторим. Добавляем яйцом. И дальше уже будем присыпать сыром, укропом. Все это можно подавать прям в сковородочке на стол. Так намного вкуснее. Да, и так намного красивее и аппетитнее. Мне кажется, что даже просто вид вот этой горячей сковородки с шакшукой возбуждает аппетит. Даже если утром плохое настроение, холодно за окном, дождь идет, не хочется идти, собираться на работу или в школу, то вот такой завтрак обязательно настроят на позитив. Добавляем яйцом. Добавляем яйцом. Готово. Приступаем к дегустации. Красота. Вкуснятина. Сырочек расплавился. Как будем есть? Вилочки? Вилочки нужны, но я считаю, что пышечкой можно. Пышечкой. Вот они, пышечки. Ароматные. Очень приятно пахнут. Кстати, есть такой вот аромат оладушков. Вот как оладушки. Где желточек? Вот где-то здесь, да? Вот он, вот он, желток. Давай, ты тоже, так же, как и я. Ммм, прекрасно. Очень вкусно. Очень нежные, интересные пышки. Да. Кусочек овощей. Овощей. Это очень вкусно. Я надеюсь. Алина, ну получилось. Да? Получилось. 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 Пышки. Пышные. Очень интересно звучит. Действительно так. Интересный способ приготовления лакомов. Совершенно необычный. Мне кажется, что с медом они тоже будут очень здорово. Сочетаться с медом, с вареньем, со сметаной, с сахарной пудрой, со сгущенным молоком. Не добавляю в них сахар. Да, да. Очень вкусно. Ну что ж. Большое тебе спасибо за то, что ты сегодня пришла, поделилась своим фирменным рецептом. Это действительно прекрасный, быстрый рецепт. Результат тоже порадовал. Шакшука тоже очень классный вариант для завтрака, для ужина, для женщин, которые следят за своим здоровьем. Для женщин, которые следят за своим, наверное, внешним видом. Прекрасный вариант, прекрасное сочетание. Ну и, конечно же, пышки все-таки, как ни крути. Это такой легкий способ накормить детей в любое время дня и вообще в любое время года. Большое тебе спасибо за рецепты. Я желаю тебе крепкого здоровья. Всей твоей семье пусть твой блог процветает. Спасибо большое. Делись рецептами, делись своей энергией. Ну а я, в свою очередь, с телезрителями также хочу попрощаться. Пожелать вам всего самого-самого лучшего. Ну и, конечно же, до встречи через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова